ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, наша модная неотложка снова в пути. На этот раз мы едем помочь Светлане, которая работает бухгалтером в галерее современного искусства. Предпочитает классику во всем, но при этом носит все время цвета оттенка фуксии. К сожалению, из большого выбора одежды в наших магазинах женщины теряются и не могут найти подходящую вещь. Поэтому мы ее созданы для того, чтобы им помогать. Первое, что меня бросило в глаза, это непропорционально маленькая челка, которая не подходит под ее овал лица. И вообще, я бы много поменял. Вот цвет точно. Отсутствие макияжа на лице вовсе не означает отсутствие времени на него. Скорее всего, это отсутствие знаний, как этот макияж делать. Предлагаю сегодня учиться. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Скорее же, скорее же, мы спешим на помощь Светлане. О, Светлана, здравствуйте. Узнали вас по фотографии. Мы модная неотложка. Вот эти прекрасные коллеги, кто сидит в вашем отделе, написали на вас кляузу. Злоупотребляете, мол, фуксии. Очень удивительно, что никто не сказал мне это прямо в лицо. Потому что они же за зарплату-то придут, 5-го, 20-го. Вот тогда и поговорите. Хорошо, вы готовы к новым приключениям? Не очень, но постараемся. У вас нет выбора, мы уже приехали. Пойдемте. Итак, мы приступаем к первой серии наших преобразований. Инна у нас, соответственно, за гардероб. Светлана, у вас отличные данные. Хорошая фигура. Вы хорошо подбираете одежду. Но мне хочется добавить в ваш гардероб другого цвета. Предлагаю вам платье. Его можно носить как повседневное, а также и в офис. А его без пояса одевать просто? С поясом будет даже еще интереснее. Давайте рассмотрим второй комплект. Знакомлю вас с новыми сочетаниями цветов в вашем гардеробе. И дополним блузку брюками лосины. Все сложилось достаточно гармонично. Этническая история сейчас очень актуальна. Это, Светлана, не все, чем удивит вас сегодня Инна. У нее есть третий комплект, но вы его увидите уже перед финальным дефиле. А сейчас у нас наступает вторая серия преображений подбор прически. Светлана, расскажите, вы всегда ходите с этой косой? Нет, периодически. И она вам нравится? Да, вполне. А вот мне, признаться честно, она вообще не нравится. Хотелось бы чего-то более интересного, но в то же время элегантного. Я думаю, что точно будем увеличивать размер челки, потому что она кажется не очень пропорциональной. Сейчас я закрою зеркало, и вы увидите себя только на финальном дефиле. Ну попробуем. Тогда поехали. Так, что мы видим? Мы видим результат кропотливого труда. Вот этих, покажи, Антон, пожалуйста. Вот этих. Да, вот этих золотых рук. Дальше Юля ответственна у нас за макияж. Мы с Антоном пойдем, сделаем вид, что очень устали, а потом мы с вами еще обязательно встретимся. Светлана, ну как у вас настроение? Прекрасно. Готова к макияжу? Конечно. Но перед тем, как приступить к нему, я предлагаю вам подготовить кожу. Для этого воспользуемся муссом для лица от Де Шели. Он идеален для ежедневного использования при коже, склонной к жирности. Сок алоэ, экстракт ромашки не сушит кожу и не оставляет ощущения стянутости. Как ваши ощущения, Светлана? Свежесть присутствует. Наносим очищающую маску Де Шели, которая благодаря маслам органы и мяты заметно осветляет кожу и питает ее. Действуя в комплексе, мусс и маска глубоко очищают поры и прекрасно выравнивают поверхность кожи. Теперь нам необходимо ее смыть, и мы приступаем к макияжу. Да, Светлана, я думаю, пришла нам пора вернуться в бухгалтерию и, так сказать, утереть нос вашим сослуживцам, которые додумались написать письмо. Пойдемте, нас ждет финальное дефиле. Ну что, Светлана, вы готовы? Нет. Нет? А знаете, выбора нету. Поэтому раз, два, три. Боже. Челочку надо было чуть подлиннее сделать. Я уверена, что с внешним преображением Светланы обязательно произойдут и счастливые изменения в ее личной жизни. Когда мы работали со Светланой, я не хотел делать стрижку из ряда вон выходящей. Наоборот, хотелось сделать простую и лаконичную работу, чтобы было просто и со вкусом. Светлана, быть неотразимой каждый день вам поможет подарок косметика Дошели, который обеспечит эффективный и бережный уход за кожей. Дошели, потому что доверяю. Ну и если вы еще не переоделись, тогда мы едем к вам.